Это произошло 26 лет назад. Виджи, моя жена, однажды просто появилась передо мной. Это было на одной программе, не моей, другого человека. Я пришел туда, мне предложили пообедать. Я пришел поздно, половина обеда уже прошла. Я зашел и присоединился к остальным. Они сидели рядами на полу. Я сел в первом ряду, напротив был ряд лицом ко мне, дальше еще один ряд спиной ко мне и затем еще один лицом. Она сидела там и смотрела на меня через два ряда. Я тоже смотрел на нее пару минут, а затем принялся за еду. Обед был очень вкусный. Затем люди начали вставать. Они ведь начали есть раньше меня. Она тоже закончила. Вымыла руки, подошла ко мне, села напротив и разрыдалась. Я не смотрел на нее и продолжал есть. Потом я встал и пошел помыть руки. Она шла за мной и при этом рыдала не переставая. Затем она попыталась заговорить со мной. Я просто дал ей свой домашний номер телефона. Я сказал ей, говори только если я возьму трубку. Если ответит мой отец, молчи. Однажды, когда мы беседовали, обычно по вечерам, когда мой муж уходил в аптеку, мы садились на ступенях у дома и разговаривали о самых разных вещах. В тот день он сказал мне, я встретил девушку, ее зовут Виджи, и я хочу на ней жениться. Тогда я спросила, где она, откуда она, какая она? Он ответил, нет, я приведу ее и познакомлю с тобой, и расскажу обо всем родителям. А сейчас я рассказываю тебе. И я ответила, мы будем очень рады, если у нас появится подруга. Не просто подруга, а сестра. Я с нетерпением и радостью ожидала встречи с ней. Спустя какое-то время он привел ее в магазин на Кадилассо-Роуд, где у нас была аптека. Как только я ее увидела, мне сразу понравилась ее улыбка и ее простота. Намного позже, тогда я еще не знал, что это был праздничный день. Мы с Виджи поехали на водопады Ирупу, туда, где стоит небольшой храм Рамешвара. По вечерам там можно было наблюдать очаровательную и странную картину. Крохотные лавки, крытые листьями, продавали разные мелочи. Только пальмовые листья. Был вечер. Владельцы открывали свои маленькие лавки. Это было так очаровательно, что я спросил, что здесь происходит. Мне ответили, сегодня Махашваратри. Я даже не знал об этом. Почему-то в моей семье никогда не отмечали Махашваратри. Я спросил, а чему посвящен этот праздник? Мне ответили, в этот день была свадьба Шивы. Тогда я сказал Виджи, мы поженимся сегодня. Она сказала, что? Я сказал, да, мы поженимся сегодня, прямо здесь. Она сказала, но мы же никого не пригласили. Я ответил, не нужно никого приглашать. Я приглашаю тебя. Так мы и поженились. Да, они всегда были влюбленной парой. Всегда рядом, улыбаясь, болтая. Они были счастливой парой. Вот как они жили тогда. Садгуру проводил много времени на своей ферме. Полмесяца он проводил на ферме, а вторые полмесяца проводил занятия в Хайдарабаде, Мангалуре, Каимбатуре или Турупуре, в одном из этих городов. И каждые выходные Виджи приезжала из Майсура на инициацию. Есть такое место, называется Ханди Хонда. Это означает хлев. Место для свиней. Это на западном побережье. Ханди Хонда был моим любимым пляжем. Когда я привез туда Виджи после нашей свадьбы, ей было 22 года или около того, я не мог поверить в то, что она никогда не видела океана. Она всю жизнь прожила в Бангалуре. Она никогда не видела океан. Мы приехали туда и разбили палатку на берегу. На западном побережье море светится. Там очень сильная фосфоресценция. Была полнолуние. Ночь становилась темнее, прилив выше, вода буквально светилась. Казалось, что на нас двигаются волны фосфора. Она смотрела на это зрелище, и оно просто захватило ее. Мы сидели всю ночь, глядя на это явление. И после этого она влюбилась в океан. Она постоянно хотела к океану. Куда тебе хочется? Она хотела отправиться только к океану. В ту ночь она очень сильно к нему привязалась. Все всегда знали их как джаги и виджи. Они всегда были вместе, что бы они ни делали. И поскольку рядом с Садгуру всегда были люди, для них не было такого понятия, как уединение. Постоянно шли самые разные разговоры. Но они вели себя так, как если бы никого больше не существовало. И происходило все, что должно было произойти. И постоянно происходило то, что можно было бы назвать частью духовного процесса. То, что обычно происходит в духовном процессе. Мне всегда было трудно объяснить людям, кто такая Виджи. Когда я говорю «Виджи», я не имею в виду свою жену или определенную женщину. даже как сущность. В моем переживании она всегда была по-настоящему замечательной. Но, как многие из вас знают, она была очень эмоциональным человеком. В своей непосредственности она никогда не знала, что стоит показывать, а что скрывать от людей. Какими бы ни были ее эмоции, они всегда находили выражение, вне зависимости от ситуации. Махасамадхи — Махасамадхи — наивысшая цель духовного искателя. И она достигла ее. Достигла с такой легкостью и доказала, что достойна этого. Выбросить эту жизнь из тела, не причинив при этом ему вреда — это не что-то незначительное. Необходимо сгенерировать огромное количество энергии, что требует интенсивной садханы. Она знала методы достижения этого, она работала в этом направлении. Но на той стадии мы и представить не могли, что она сможет сгенерировать необходимый уровень энергии без моей помощи. В любом случае, она прошла бы по этому пути, но стремительность, с которой она этого достигла, просто невероятна. Она сделала это возможным с помощью своей любви и, наверное, любовь. Это было единственное, что она знала. Всю свою жизнь она очень гордилась тем, что я ее муж. Сегодня я должен сказать, что очень горжусь тем, что был ее мужем. И самое главное — в ней была вся та интенсивность, которая ожидается от любого ученика. Как для гуру, для меня это также имеет невероятное значение, потому что это тот уровень интенсивности, которого всегда ищешь. Вот кем была Виджи. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok